Сотни людей и десяток разных направлений. Остановка Мострой одна из самых популярных у Трусовчан. Но вот разобраться, на какой маршрутке добраться до нужного места, очень непросто. Никаких указателей, ни номеров маршрутов, ни схем, ни расписания. С такой проблемой столкнулась Ирина Ким, когда год назад переехала в наш город. Поэтому она внесла свое предложение в стратегию развития Астраханской области 2035. Вести информационное табло на остановках. Как в лесу ходила. Видишь остановка. И если никого нет, то я не знаю, какие номера становятся, куда они идут. По делам была в МФЦ. И там молодой человек мне предложил написать ответы на вопросы. Там была небольшая анкеточка. Вот. И я написала. Предложения по развитию региона от астраханцев начали принимать 4 февраля. В инициативе главы региона Сергея Морозова. Заполнить анкету можно во всех офисах МФЦ и на сайте правительства региона. В село будут выезжать мобильные бригады. За две недели поступило более 850 анкет. Жители районов немного активнее, чем в областном центре. Почти на полсотни заявок. Самая популярная тема – это медицина, сельское хозяйство и транспорт. Женщины заполняют анкеты с предложениями чаще, чем мужчины. 60% заявок поступило от астраханок. Оставляют идею о том, как улучшить жизнь в регионе в основном те, кому от 20 до 35 лет. Заполнить анкеты астраханцы предпочитают в МФЦ. Однако молодежь чаще пользуется интернет-площадкой. Тарина Вахристюк обратилась с просьбой создать инфраструктуру для велосипедистов. Это очень удобно. Особенно в плане сайта. Любой человек может зайти на сайт. Ему не обязательно куда-то идти. И от него требуется очень мало. Это не требует времени. И он может внести свое предложение. Заявки самые разные. От просьбы починить дороги до строительства поликлиник. Астраханцы за глобальные проекты. Такие, как строительство туннеля через ЖД-пути от улицы Куликова до площади Карла Маркса. Микрорайон активно развивается. Там очень сейчас много новостроек. И с каждым годом домов становится все больше. Соответственно, и жители. И утром, каждое утро, когда я езжу на работу, я так же встречаюсь с пробками. Так же в них провожу какое-то время. Но я считаю, что это жизненно необходим для нашего региона. Все эти предложения будут вносить в общий реестр. Специалисты распределяют по девяти направлениям стратегии. Комфортная среда, новое качество сельской жизни, экобезопасность, инвестиции, инфраструктура, молодежная политика, а также культура и туризм. Мы с вами должны понимать, что стратегия 20-35, это не значит, что мы придем к результату только в 2035 году. Мы говорим, что она делится на оперативные задачи, которые должны решаться уже сейчас. И такая потребность есть. И на те задачи прогнозируемые, которые мы хотели реализовать к 2035 году. Самое интересное предложение рассмотрят на заседании экспертного совета, куда пригласят авторов. Их принимают до 30 апреля. Наталья Фомина, Игорь Нифиденко, Центр новостей.